Депутаты областной думы Депутаты областной думы Кандидатов с выборов в Рязанскую облдуму Сообщили федеральные информагентства Жалоба была передана через Рязанский областной суд 24 августа и не позднее 2 сентября Верховный суд должен принять по ней решение Напомним, что Рязанский областной суд Признал незаконно регистрацию всех 53 кандидатов от партии Родина Что стало основанием для отмены регистрации Списка по единому избирательному округу А в среду стало известно, что Рязанский областной суд Снял с выборов в областную думу И партию Возрождения России Иск подала партия Справедливая Россия Свою просьбу Справедливая Россия мотивировали тем Что кандидаты от партии Возрождения И ее оргкомитет не представляли в областную избирательную комиссию Документы в соответствии с требованием закона Суд выслушал участников процесса Изучил материалы дела И постановил заявление регионального отделения Справедливой России удовлетворить То есть Рязанское отделение партии Возрождения России Вновь отстранено от участия в выборах Депутатов Рязанской областной думы Решение Рязанского областного суда Может быть обжаловано в течение 5 дней Напомним, что выборы депутатов 6-го созыва В Рязанскую областную думу Пройдут 13 сентября А в среду состоялось заседание регионального парламента С участием депутатов 5-го созыва Главной темой обсуждения парламентарьев Стал проект закона О запрете работы рюмочных в жилых домах Одним из первых вопросов депутатского обсуждения Стал проект закона Об изменениях регионального бюджета На текущий год И на плановые периоды 2016 и 2017 годов Более 345 миллионов рублей Будет выделено на завершение строительства Новой школы на 600 мест в Кадами Необходимые средства планируется направить За счет перераспределения средств Внутри расходных статей бюджета Депутаты также рассмотрели законопроект Который вводит дополнительные ограничения Распространения алкоголя Речь в нем идет о заведениях общепита Расположенных в многоквартирных домах Не секрет, насколько это беспокойное соседство Для жильцов И какой шквал жалоб идет по этому поводу В различные инстанции На поверку заведения общепита Оказываются банальными распивочными Кстати, изменения в закон Регулирующие розничную продажу алкогольной продукции На территории Рязанской области Обсуждались на Общественном совете При Региональном министерстве экономического развития Загнодательная инициатива направлена На предоставление услуг общепита В более качественном виде К примеру, в ресторанах алкогольные напитки Будут подаваться по-прежнему Не коснутся новые правила и кафе Расположенных во встроенно-пристроенных помещениях А вот переименовываться быстренько В заведения более высокого статуса Не удастся Сейчас в области действуют 117 предприятий Общественного питания Которые расположены в многоэтажных домах По оценкам Минокономразвития Около 90 из них потеряют возможность Торговать алкоголем Возможно, для их владельцев Это не очень хорошая новость А вот во многих дворах Станет заметно спокойнее Без пятийных заведений под боком Кстати, новый закон о запрете Работы рюмочных в жилых домах Станет серьезным подспорьем В деле борьбы с незаконным оборотом алкоголя Такое заявление сделал начальник городской полиции Сергей Губарев в четверг на заседании городской думы Перед народными представителями Он выступил с докладом По итогам первого полугодия работы Городского управления полиции 27 августа состоялось заседание Рязанской городской думы Депутаты рассмотрели отчет О работе полиции за 6 месяцев текущего года По данным городского ОМВД С начала года ситуация в областном центре Оставалась стабильной Полицейским удалось не допустить Роста ряда показателей Всего за прошедший период в Рязани Поставлено на учет 2289 преступлений Что больше уровня прошлого года Увеличилось на 1% И число сообщений о правонарушениях Все чаще наблюдается положительная тенденция В работе подозрения участковых полномочных полиции Складывается мнение, что Положительных отзывов Населения работы участковых полномочных полиции Становится больше И значительно люди понимают Работа специфика участковых полномочных Соответственно становится больше обращений И с полной уверенностью могу сказать Что участковые также С полным багажом знаний Относятся к решению вопросов, к которым обращаются граждане Также в городе стало меньше преступлений против личности На 19% Почти на 22% сократилось число правонарушений Относящихся к категории тяжких и особо тяжких Вместе с тем в Рязани выявлялось Меньшее количество фактов подростковой преступности Число преступлений, совершенных несовершеннолетними Снизилось с 68 до 40 Число правонарушений, совершенных в ночное время С 49 до 16 Также в городе велась работа По противодействию проституции За указанный период возбуждено 4 уголовных дела Составлено 146 протоколов Еще около 4000 протоколов было составлено По факту оставления места аварии И неуплаты штрафа за административное правонарушение Уходящая неделя, как впрочем и всегда Выдалась богатой на происшествия С которыми пришлось столкнуться работникам Правоохранительных и оперативных служб Обзор происшествий продолжит эфир 25 августа на улице Молодцовой 52-летний житель Рязани Управляя автомобилем Рено Логан На перекрестке при повороте налево Столкнулся с 17-летним мотоциклистом Двигающимся во встречном направлении Выяснилось, что мотоцикл не зарегистрирован А Рязанец не имеет прав В результате мотоциклист с травмами Доставлен в больницу В тот же день вечером на улице Гагарина 34-летний Рязанец Управляя в состоянии алкогольного опьянения Автомобилем Chevrolet Cruze На который незаконно установил Проблесковый маячок синего цвета Врезался в стоящие Жигули 7-й модели В результате ДТП оба водителя А также три пассажира Жигули Среди которых 7-летний ребенок Были доставлены в медицинские учреждения Как оказалось, не только алкоголем Злоупотребляют рязанцы Наркополицейские продолжают изымать наркотики На прошлой неделе у подозреваемых Было изъято свыше 10 килограммов Запрещенных веществ Так, в Рязанском районе С поличным задержан 28-летний мужчина Который, по имевшейся информации Занимался заготовкой наркотика После сбора очередную порцию урожая У него изъяли пакет с марихуаной Весом 3,5 килограмма А сотрудники Скопинского межрайонного отдела У ФСКН задержали 39-летнего слесаря В результате обследования Дачного дома которого Было обнаружено более 2,5 килограммов Каннабиса Также в Скопине наркополицейские Задержали 23-летнего Неработающего жителя районного центра Который имел при себе Полтора килограмма марихуаны В ходе комплексной оперативно-профилактической операции МАК-2015 Управлением ФСКН России в Рязанской области Продолжается проведение активных мероприятий По пресечению распространения Наркотиков растительного происхождения В период с 18 по 28 августа Из незаконного оборота Выведено около 16 килограммов Наркотических средств Так, 24 августа Сотрудники ОФСКН Селельгова Рязанского района Задержали 39-летнего жителя Рязани При личном досмотре у мужчин изъят пакет С полуторами килограммами марихуаны Особо отличились 31-летний Неработающий житель посёлка Варские Который переносил объёмную хозяйственную сумку Как выяснилось, внутри находилось Более 6 килограммов марихуаны И 35-летней жительнице Рязани При личном досмотре у которой Были изъяты две сумки Содержавшие более 4 килограммов наркотика Рязанские полицейские в ходе рейда Пресекли нарушение правил оборота Лома цветного и чёрного металла В данном пункте приёма лома цветных металлов Было выявлено нарушение пункта 16 Установлено правило приёма лома и цветных металлов В отношении виновного лица Был составлен протокол По статье 14.26 Кодексу об административных правонарушениях Рейдовые мероприятия продолжаются Кстати, жители домов по улице Новосёлов Сообщили, что понедельничный рейд полицейских В отношении торговцев Увенчался неполным успехом Жильцы сообщают, что после визита правоохранителей Несанкционированная торговля всё равно продолжилась Только продавцы стали выходить за сладками ближе к вечеру Всё равно создавая неудобства при посадке на общественный транспорт Продолжается борьба с санкционными продуктами Начиная с конца июля Нелегально ввезённые импортные сыры, овощи и фрукты Стали погибать на полигонах бытовых отходов Тогда это вызвало бурную реакцию общественности Появились даже мнения раздавать такие продукты Малообеспеченным слоям населения Однако надзорные органы продолжают Выявлять запрещенную к ввозу пищевую продукцию Не только на границе России Но и уже на прилавках в центральной части страны Так прокуроры Рязанской транспортной прокуратуры Обнаружили недавно партию Слив неизвестного происхождения Уже довольно долго действует эмбарго На запрет ввоза в России сельскохозяйственной продукции Из некоторых зарубежных стран Обнаруженные нелегальные продукты Изымаются и уничтожаются на полигонах бытовых отходов Напомним, что указ об уничтожении товаров Из санкционного списка незаконно ввезенных в Россию Подписал президент России Владимир Путин Однако нелегальные продукты до сих пор Продолжают поступать на прилавки российских магазинов В ходе проверки пятой оптовой базы Рязанские транспортные прокуроры Совместно с сотрудниками Россельхознадзора Выявили партию слив неизвестного происхождения Фактов реализации санкционных товаров не выявлено Вместе с тем выявлена партия слив На которую отсутствовали товаросопроводительные документы Либо маркировка, подтверждающая страну происхождения товара Кстати, недавно сотрудники федеральной таможенной службы Предложили новую меру ужесточения Они сейчас разрабатывают проект, постановление Которое предусматривало бы введение уголовной ответственности За незаконный ввоз товаров Эту идею поддержал и министр сельского хозяйства Александр Ткачев Пока по всей стране идет полномасштабное уничтожение нелегальных продуктов Обычные горожане продают выращенные на своих огородах фрукты и овощи На рынках областного центра И большинство из них поддерживают практику уничтожения санкционных товаров Я их уничтожаю, главное, чтобы наша продукция шла хорошо, по идее Людям, которые привозят такие продукты из-за границы, хотят сейчас ужесточить наказание, правильно? Да, это да А почему? Можете объяснить? Ну, они же сюда незаконно попадают Как сказать? Конечно, нужно свое выращивать на полях и фермерское хозяйство Ну, чтобы, как говорится, больше наших продуктов было, сельхозпродуктов В общем, народное мнение очевидно Меры, принятые по отношению к санкционным продуктам, помогут освободить место на рынке для российского фермера Стало известно, что водитель, сбивший людей на остановке в Дашковой песочне в мае этого года, получил пять лет колонии-поселения Об этом сообщает газета «Мещерская сторона» со ссылкой на военный и следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации По Рязанскому гарнизону Западного военного округа Напомним, что военнослужащий по контракту войсковой части 19-612, старший лейтенант Леонид Буренко, находясь в состоянии алкогольного опьянения На автомобиле «Шевроле Лачетти» 14 мая протаранил остановку и сбил трех женщин Одна из них от полученных травм скончалась на месте происшествия Другая была доставлена в областную клиническую больницу, где перенесла несколько операций, но 21 мая все равно скончалась Суд признал Буренко виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенные лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц» При назначении наказания суд счел смягчающими обстоятельствами его чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие на иждивение малолетнего ребенка, возмещение причиненного материального ущерба Суд назначил Леониду Буренко наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием его в колонии-поселении с лишением права управлять автомобилем на три года А во вторник в советском районном суде с последним словом выступили обвиняемые во взятках бывшего руководителя Рязанской ГИБДД А именно экс-начальник региональной госавтоинспекции Александр Алфосов, его бывший заместитель Валерий Вышинский и бывший замначальником РЭО ГИБДД Игорь Тесленко Напомним, уголовное дело было возбуждено 3 апреля 2012 года, когда после получения взятки в размере 459 тысяч рублей в своем служебном кабинете был задержан Алфосов Следствие установило, что тогдашнее руководство областного управления ГИБДД принуждало подчиненных сотрудников за деньги выдавать так называемые красивые номера, а также водительские удостоверения Взятки также получались от предпринимателей за непривлечение их к административной ответственности Всего бывшим высокопоставленным гаишникам вменяется получение взяток на сумму более 2,5 миллионов рублей Кроме того, по данным следствия, Александр Алфосов приобрел на свое имя диплом кандидата экономических наук И за эту ученую степень получил надбавку в размере 13 тысяч рублей И еще совместно с инспектором по особым поручениям Кристилевым организовал установку в трех служебных кабинетах руководства и приемно-регионального ГИБДД скрытые камеры, чтобы наблюдать за подчиненными Сегодня обвиняемым Советский районный суд продлил содержание под стражей до 11 декабря 2015 года Вы смотрите программу «Время говорить» Вот что вы увидите во второй части выпуска Вреднак атлета для атлета, а для спасателя и подавно Сотрудники регионального МЧС сдали нормативы физкультурного комплекса ГТО Запишись в спортивную секцию Чиновники призвали горожан посетить и осмотреть городские спортшколы Рязанские смотрины Фестиваль среди коллективов кукольных театров России и зарубежных стран стартует 12 сентября В пятницу завершился фестиваль уличных концертов на улице Почтовой На заключительном празднике отметили Ореховый Спас А накануне в городской администрации подвели итоги фестивального лета на Почтовой В администрации города состоялась пресс-конференция, посвященная закрытию сезона фестивального лета на Почтовой улице В организации проведения праздников на главной пешеходной улице города участвовали управление Рязани, муниципальные учреждения, творческие коллективы, студии и организации Рязани, Коломны, Луховиц, Нижнего Новгорода, Липецка и других городов На конференции подвели итоги проекта Евгения Власова также подчеркнула, что благодаря этому проекту управление культурой и муниципальные учреждения дополнительного образования смогли познакомиться с новыми творческими коллективами, талантливыми людьми, получили эмоциональный задел на будущее Идея создания фестивальной улицы пока является уникальной среди других регионов Ценность данного проекта именно в неповторимости каждого мероприятия Мы видим отклики от рязанцев и хочу сказать, что не только рязанцы приходят на почтовую по пятнице, но очень приятно слышать, что из Коломны приезжают к нам на пятничные встречи, из Луховиц приезжают молодежь и на вопрос откуда узнали из интернета Так интересно у вас здесь происходят какие-то движения на улице, что нам тоже захотелось поучаствовать и поприсутствовать В течение двух с половиной месяцев на почтовой, ставшей главной пешеходной улицей города, прошло порядка 15 разноплановых развлекательных мероприятий, праздников, выставок, продаж и вернисажей В эту пятницу 28 августа гостям предложат целый комплекс лучших творческих поступлений, интерактивных площадок и мастер-классов, которые были представлены на праздниках и фестивалях в течение сезона Организаторы пообещали, что закрытие фестивального лета не станет завершением праздников на почтовой Уже сейчас рассматриваются варианты продолжения проекта в другие сезоны, хотя и не в таких количествах, как летом Фестиваль на почтовой уходит на каникулы, однако в начале сентября начнется международный кукольный фестиваль «Рязанские смотрины» В Рязань обещают приехать кукольники из ближнего и дальнего зарубежья В четверг участники рассказали о 15-м по счету фестивале Начало осени для Рязанского театра кукол в этом году будет жарким С 12 по 16 сентября пройдет 15-й международный фестиваль «Рязанские смотрины» Это один из самых значимых, престижных и постоянно действующих фестивалей в кукольном мире Этот факт придает Рязани статус одного из центров сохранения и развития мирового искусства Ну и разумеется, у местных зрителей появится уникальная возможность познакомиться с лучшими образцами российского и зарубежного кукольного творчества Основная изюминка нынешнего приза – это вот то, что это не просто петрушка, а это как колокол, который зовет, который манит, который предупреждает, который музыкально настраивает каждый театр Первые «Рязанские смотрины» состоялись в сентябре 1989 года, и его участниками стали всего 4 театра В 14-м по счету фестиваля приняли участие уже 18 театров Рязанские кукольщики отмечают, что за прошедшие годы смотрины приобрели бесценный опыт фестивального движения и получили признание в профессиональной среде В 14-ти прошедших фестивалях приняли участие 83 ведущих театра России и ближнего зарубежья Надо сказать, многие из 370 спектаклей, показанных на прошедших 14 фестивалях, получили высокую оценку критиков А лучшие транслировались по общенациональным телевизионным каналам Нынешний фестиваль станет 15-м, на него приедут 15 коллективов И потому организаторы выбрали образом символом фестиваля – игру пятнашки Всем известные пятнашки, вот здесь достаточно заглушечку вынуть и уже можно передвигать эти, раньше их называли костяшки, но сейчас это кубики, квадратики Как отметили организаторы, программа рязанских смотрины отличается разнообразием тем, жанров, форм и приемов При отборе участников фестивали решающие значения имеют художественная значимость и оригинальность постановок, а также высокий профессиональный уровень коллективов И о спорте. Рязанские спасатели приступили к первой сдаче нормативов физкультурного комплекса ГТО Уж кому-кому сотрудникам МЧС по долгу службы положено поддерживать себя в хорошей спортивной форме Сдавали физкультурные нормы в 4-й пожарной части в московском микрорайоне Сдача нормативов ГТО становится важнейшим критерием качества физической подготовки жителей России Новая переработанная советская система готов к труду и обороне стала обязательной для сдачи в школах и институтах Также сдавать нормы теперь будут сотрудники МЧС Первый экзамен состоялся на базе Рязанской 4-й пожарной части Пока, правда, сдавали лишь добровольцы Для представителей опасной профессии такие спортивные мероприятия не являются чем-то сложным Но и значение экзамена спасатели не умоляют Если только 3 километра бежать, самое сложное, наверное, будет и долгое А остальное все, любой сотрудник, я думаю, все выполнит на отлично Конечно, волнительно, потому что, во-первых, это мероприятие в первый раз проходит И всегда что-то неизвестное, что-то новое, это всегда волнительно Но мы надеемся, что в МЧС служат очень сильные и ответственные люди И я надеюсь, что все получится Я еще сам занимаюсь лыжными гонками, но еще увлекаюсь велосипедом и бегом Тренировка в последней жизни помогает, я думаю, можно справиться с нормой ГТО Сегодня сотрудники МЧС выполнили комплексы подтягиваний, отжиманий, приседаний, метаний, гранат и другие силовые упражнения Также спасатели пробежали на скорость, спринтерскую дистанцию в 60 метров и на выносливость в 3 километра В пятницу завершилось первенство Рязанской области по шахматам среди юношей и девушек младше 17 лет Турнир, несмотря на каникулы, получился довольно массовым и представительным На заключительном туре соревнований побывал Роман Дворецков Занятие спортом во все времена всегда высоко ценилось, особенно если спорт интеллектуальный В Рязани завершилось областное первенство по шахматам среди юношей и девушек младше 17 лет Кое-кто из ребят соревнуется на крупном турнире впервые, но, разумеется, есть и опытные шахматисты Тренеры и судьи говорят, что ребята из области играют не хуже, а иногда даже превосходят своих городских сверстников И те, и другие играют хорошо, и те становятся чемпионами, и из города становятся победителями первенства, и из области то же самое Пробедительно 50 на 50 В шахматах, считают тренеры, талант можно разглядеть уже на раннем, порой даже дошкольном возрасте Например, третий чемпион мира Рауль Капабланко уже в 4 года обыграл своего отца, кстати, большого поклонника древней игры Да и другие гроссмейстеры в своих биографиях имеют подобные эпизоды В общем, многие юные участники первенства занимаются шахматами в свое удовольствие Некоторые же занимаются этим серьезно и не один год Есть звезда, вернее звезда, звезда мирового масштаба Это Дмитрий Андрейкин, гроссмейстер, один из ведущих в мире Но я думаю, все ребята, видя такой пример, конечно, будут тянуться за Димой Я думаю, в будущем, может быть, у нас еще появятся такие, как Дима Надо сказать, что с каждым годом шахматами в городе занимается все больше ребят Вместе с тем растет и квалификация рязанских мастеров И возможно, что именно такие турниры, как областное первенство, позволят вырастить титулованных гроссмейстеров И также в пятницу спортивные чиновники в здании центра большого тенниса, что в Дашковой песочне Озвучили планы по ежегодной акции «Запишись в спортивную секцию» Проходят дни открытых дверей в рязанских спортшколах, начиная с конца августа И именно благодаря такому подходу в спорт приходит много ребят Конечно, не все станут спортсменами экстракласса Но, несомненно, что занятия спортом оставят правильный след в жизни любого молодого человека В недавно открывшейся Рязанской академии тенниса прошла встреча между представителями областного и городского спортивного сообщества и рязанскими СМИ На которой был озвучен план мероприятий, посвященных старту областной социальной акции «Запишись в спортивную школу» Проходит она в период с 20 августа по 20 сентября И направлена на пропаганду здорового образа жизни занятиями, физической культурой и спортом Стоит отметить, что за последние годы в нашем регионе произошел большой прорыв в развитии массового спорта Нужно сказать, если сравнивать 2012-2013-2014 годы, то по итогам 2012 года Рязанская область занимала 60-е место По итогам 2013 года мы были 43-ми, а сейчас мы стали 16-ми Это нас не может не радовать Потому что по разным совершенно независимым критериям это оценивается Это независимая оценка, это результаты наших спортсменов, нашей молодежи, спорта в высшем достижении Если говорить по номинациям, то, например, по развитию физической культуры мы сейчас занимаем 14-е место в стране Акция «Запишись в спортивную школу» проходит уже в третий раз и стала доброй традицией в нашем регионе На конференции были представлены видеоролики, посвященные базовым видам спорта, которые направлены на то, чтобы подтолкнуть молодых людей к занятию спортом А их родители к тому, чтобы те поддерживали ребят в их стремлении Ну а руководители рязанских спортивных школ, которые присутствовали на встрече, пообещали, что поспособствуют ребятам в таком хорошем начинании Мы знаем, что начиная с первых снегоступов кочевых охотников, лыжный спорт прошел большой путь Представьте, менялось все – методики тренировок, материалы и технологии Появившись в Рязанской области, он остается в именах и наградах наших чемпионов Подумайте, возможно, именно ваш ребенок – будущий олимпийский чемпион Вести вот эту большую работу и участвовать в акции, запишись в спортивную школу Мы опять, как и прошлый год, мы заключили договора на бесплатную рекламу на наших полиэкранах по городу Рязани Это и частные экраны, и МЧС-овский экран, нам пошли навстречу И я думаю, вот тот материал, который мы будем размещать на этих полиэкранах, а он у нас уже пойдет с 1 сентября Он позволит еще более усилить интерес ребятишек и их родителей для того, чтобы записаться к нам в школу В рамках акции в спортивных школах области пройдут дни открытых дверей Спортивные соревнования, открытые турниры, мастер-классы и родительские собрания Ну а подробный план мероприятий все желающие смогут узнать на сайте регионального министерства спорта Это был заключительный материал итогового еженедельного выпуска программы «Время говорить» Желаем вам приятного отдыха на выходных и ждем вас в эфире на следующей неделе До свидания Уважаемые жители города Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания Напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии В том числе предоставленной на общедомовые нужды Телефон для справок 40 20 40 40 20 40 Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания